что тут она попросила я уверен да да ленина 11 у нас было в дмитровке улиц она ответила уже мам тут закрыта она думала что открыто я же и объяснял что ты закрываешь она думала что мама открыто это для тебя для нас закрыта мы не ты только повернула ручку тогда открывается мы оттуда не можем повернуть понимаешь хорошо ты на спустыщине ты слышишь самолка сегодня крутила крутила заходи крутила крутила вот телефон или это самое самец мама тут обед на маске мама знила все один ну не понравилось спасибо за ужин что пришел официант да молоденький мальчик побед один один а это второй тоже молодежь одна работает конечно официантами короче самолка крутила крутила вот это попалась мне мы собираемся сюда ехать и большими буквами очки не одела написано выбрось маму с поезда а меня так вот здесь стоит хотела сказать брось на свою выбрать вот тут тебе пишут попала на тебя тебя там смотрела немножко так это меня так видео называется едем харьков сбрось маму с поезда это такой фильм был она каже пазло свою сбрось так это же я написал я за словом укорбанца знаешь не полезу за словом укорбанца это уже понятно да ты понимаешь я разговариваю багато я читаю так я сказала свою маму выбрось а я тут не подивлюсь а знаете вот так называем видео чтобы все захотели его посмотреть понимаете что ты ела что ты ела что я ела что заказала сейчас скажу я сразу хотела борщ на поле он не ели не не господи я не запивала ничем ничем набрала он водичку уже кончаю я хочу сказать я значит что заказала дивилась дивился меню меню принес читаю читаю тоже теперь скажу спрашиваю языком скажу борщ если у вас сегодня уже говорю хочу хочется борщик а есть с чим с телятина а я как вчера я был в телятина не было свинина а вчера люди свинина я бы не была знаешь как просолена свинина нет со свининой вот это кашу сейчас зарезала и ты понимаешь как тошко со мной росла не жирно ну дальше скажу все телятина тыди отпадай я кажу то диме не дайте суп дали что там значит креветки большие в супе рыбные фрикадельки че шо тоже и кусочки рыбы якоюсь это тебе понравилось это первый такой хороший а другая кажу а вене кажу яку вам рыбу дайте я кажу яка не дуже дорога а вене называет меня оцю красную а другая не треска як же сюда 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 и не жирно ничего сюда запеченными овощами а я помна на парусу так чияка кажу а як вы жарите кажа мы же брали шоу шоу подавать каже с одной стороны не зажарю нічого только одну сторону даже ну кажу переноси и там овощи запечене там перед сладко и на маску дали а то хлеб дали мне щось таке он осталось я не дила горько а другая помадка такая оранжевая тупо и два кусочка хлебушка все все лишнюю ничего не сладко сейчас минут через 20 пидем чай попьем хорошо давай готовься минут 20 до 100 лет мы сходим и дальше так и в туалет хочу страшно не не какие красивых а у тебя стоят осы май маму сейчас подожди вы рису беру наоборот на работу на окружну это уже скоро и без палочки ну так начинай мама памятник так скажите лучше как вы провели время вот так я сидела вот там часа играли гуляли читала кушала обедала на улице пришел и забрал посудок кресла ты занесла кресла ты занесла не я сказал попросила я пригласила украину точно что у мамы стопроцентна там не корона там там это самое пеплосдивный над головой уже золотая диадема там больше мама чему полякова там я как у отряда у легиона полякова и посадила продает этот дом че брала на документы че формирование и удрала подмосковье себе в этом городе купила квартиру с этой гиркой а те дети в разных местах сделала в дело его как хотела так вот она говорит знаешь что татьяна в жизни надо все попробовать покушать все что вкусно и посмотреть и все смотреть это остается на всю жизнь а вот это тряпки хрустали в москву и его только за коврами бриллианты а сейчас это все это все а вот это остается на всю жизнь такие бриллианты остаются не посмотрю то есть не в эйфеля я была бриллиантами точно ничего не буду башня астанкина была в астанкиного из самого алмазов астанкина 10 рублей было длили билеты 10 рублей на телевышке этой были и там три зала до сих пор помню билеты помнишь самолка меня оставался такой синий да я там был потом вот ты тогда был но мышцы были 10 рублей в советском союзе потому что там были дима смогут что-то четыре человека стоят скатерти седьмое небо вот это же написано 33 зала бронзовый серебряный и золотой мы попали в серебро он зал этот сейчас там сидишь обкручивается так течение час это же мы были точно там 5 вечера или или мы были мы были как за 57 секунд подняли за 57 секунд поднял мир лишний человек зайдет сразу красный огонек все менты стоят убирают менты убирают арестовывают разу все минут секунд мы были на столбинар там это же как взять такой дом представляете за 57 секунд вот такая высота до сих пор памятник до сих пор я не знаю ира была или нет а ире уже сорок восемь я до сих пор че была у меня уже дочь то что че была дочка че не мама не помня но как она за 57 секунд поднималась это запомнилась да потому что действительно ну а за иру может ира одна и была что кажут мама вот я сегодня почув фразу кто-то сказал что эгоисты живут дольше а в спектакле как я сказал эгоисты живут дольше это факт а ты меня называешь я шо теки за себе думали а за вас я не думала всю жизнь за вас всю жизнь думала як я егоистка никуда не бросила только о себе и я понимаю а ты только она совсем а себе последнюю очередь думаешь я себе последнюю очередь правильно я тоже так про себя ну как деньги как говорят все говорят зло да но без этого зла я не могу деньги может могут быть целью а могут быть средством для вас я не считаю что деньги я не считаю что зло вот что скажите я думаю средства для чего я к иди для чего для жизни средство для чего они зарабатывают деньги складывают но люди я не хочу складывать а я хочу тратить понимая использовать а дальше деньги средств может быть сначала деньги цель потом средства иначальному деньги это А средства для чего-то, для приобретения чего-то, как вы думаете? Ну вот раньше было, приобретали, старались дома, в дом. Ну вот я раньше так и думала, в дом купить, дом обставить. А сейчас, как думаешь, не так? Сейчас это все отпало. А вот сейчас, у вас прошла уже большая часть осознательной жизни, да? Вот как сейчас, вот для чего бы цель, деньги, для какой цели бы для вас был? Ну хотя бы более-менее жить, не так, как нищета, чтобы в ящиках мусорных не болтаться. Хотя бы хоть жить не так, как все, как вот это я увидела, какая жизнь у людей. Я так не смогу. А вот так бы хотела жить, а вот эти три дня, вот так всю жизнь? О, Самуэл, конечно, здравствуйте. Если бы так вот пришла, тебя покормили, убрали, приняли. У вас эмоций от этих трех дней будет больше, чем от предыдущего прошлого года, понимаешь? Даже не года, а несколько лет. Я согласна. Вот это может быть деньги, как цель, понимаешь? Мама забыла и Египты, рестораны. И Харькова, и Днепра, рестораны забыла, все забыла. Сразу три дня перечеркнула все. Здоровье, то, что она вылечивает. Эмоции, эмоции перекрыла. Мама за три дня перекрыла все. Перекрыла Египет, перекрыла Киев, перекрыла Канев, что ездили. День рождения. Рестораны, рестораны в Днепре перекрыла. Что нужно коллекционировать, впечатление. Перекрыла то, что она выздоровела. Ну, я же сказала вам, что больше увидеть, увидеть это остается больше, чем еда, чем все украшения. Вот это то, что увидеть, я навела. Маринка, привет тебе, привет, привет, ой, блин, а вот Леша и Юля, или Аня, сейчас перепутаю, мы на теплоходе были с Мариной, и с Лешей, да, Оксана и Леша. Они до сих пор смотрят, слышишь, Леша, вот это Алексей, они до сих пор смотрят. Я когда-то как-то видео сказал, он пишет, я, ну и смотрим. Сегодня я с Колей разговаривала, привет передавал. Спасибо. С Колей разговаривал. Говорю, как там, кто цветы, Генка передал? Да, они там садили цветы. Тебе, кстати, Эдик тоже цветы передал, но я не купил на 8 марта. А чё ж ты не сказал, он сегодня, нет, я не волакала сегодня, вчера или когда? Просто да, 2000 рублей он скинул русскими на донат, сказал маме на цветы. А чё ж, а я ж не сдала и даже не была, Дарья. Мама, может, лучше, тыла бы. Ты скажи сама, скажи. Может, тебе купить цветы, чи деньгами, да. Может быть, она сделала бы не цветами? Я не знаю. Мама уже решила делать... А я ж пойду посылку ему посылать все равно, они туда пейдуть, на посылку полтора тысячи, моя пенсия. Как раз донат и пойдет на переселок. Да, да, ему переслать, да. Бо мне семилка тоже каже. Ты пишешь, да? Там надо 4 тысячи на донат. Да нет, почему? Почему, сынок? Полтора хватит. Две тысячи – это сколько? Это меньше, чем... Пятнадцать килограмм, шестнадцать килограмм, тисячу триста, пошти заплатили. А я даже не поблагодарила. Ну, просто я ж не успел купить, мы снова уехали. Мы же уехали, да. Так что, сынок, деньги до все я перешлю. Я все равно себе не использую. Я все отдаю. А мне все-то высылать, вы думаете, оно все в мене? Да, вот тоже. Мне спектакль очень понравился. Один мешок есть, Иера мешок передала. Я под таким восторгом, под таким впечатлением. Такие сильнейшие артисты. Я тоже не ожидала. Просто там чуть ли не все до слез. Чуть ли не все до слез. Вот каждая песня, каждая сцена – такое до слез и такая идея. Мне приятно, что для коренных, как Ковчадор. За кого ты говоришь, сынок? Мы были в театре, спектакль смотрели. Потрясающе, да. Потрясающе. Попереди, да. Попереди называется «Все начинается с любви». Да, маме тоже понравилось. Рекомендуем посмотреть «Все начинается с любви». Я такого мало видела. Вот я, если хожу в оперной досамвелке, если они поют, я то понимаю. А если на итальянском, наверху это табло, как телевизор, и пишут. Вот там читаешь, что там все понимают. Как вот это про маму там, когда вот это вот, сыну, когда она пела это. Как ее актрису зовут? Под Орлова. Под Орлова. Боже, какая потрясающая. А вот этот мужчина, который… Там все. Там все. Все. Просто все. И девочка эта играла. Она оправдала свой образ. Я очень люблю. Оправдала. И парень этот, и этот, и Ванька наш. Ну все просто. Вообще. В Ваньку я так давно не видел. В 45-м войне. Мы разговаривали с Ваней, встретились с ним. И игрушек нормальных, ничего не было. Да, да. На пользу ему. Водные. Зима-зимой было. Красиво. Дерега винит. Снег. Разыгрался такой. Молодец. Сейчас перевелись. Мне очень понравилось. Я была маленькая. Вот все. Так что рекомендуем Харьковскую оперету. Идти смотреть не только на то, что я с кого я порчу снимала, а на спектакль. Ну красивый тут оперный. Большой. В два раза больше. Это не оперный. Мы в оперету ходили. А вы в оперет. Сегодня мы ходили в оперет, а потом в первую. Потрясающе просто. Ну это у них такая. У них идет и классика, и с голосами большими совсем. А вот это Золушка ты ставил. Что это считается? Золушка. Да, я не ставил. Я играл. Это детская сказка. Как она называется? Золушка. Золушка так и называется. Я понимаю Золушка. Ну что это считается? Это детская сказка. Сказка. Да. Музыкальная сказка. Ну все равно вы поете. Ну так и шоу. Вы же там поете. А такое, что только разговаривают, поют. Это драматический театр. Это драматический театр. Это драматический театр, да? Да вы смотрите ваши ожовные плечики. Угу. Мужки для вас, пожалуйста. Спасибо. Угу. А варенья не для вас? Да я варенья не буду. Кому-нибудь возьмите. Чуть-чуть попробуйте. Разве что-то. О, посмотрите. Вот это блинный торс. О, какой зелененький. Какой зелененький. Какой зелененький. Прямо на волшесна. Спасибо. Волшебном зеленом идет еще тоже, что-то. Угу. 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 Видишь, сами варенья делают, сами хлеб. Кто-то больше вот на мой похож. Это вот это плюс сразу. Редко, когда встречаю. Угу. Угу. Если давать оценки за… за их работу то плюсы будут, небольшие, Nice. Мама, да, это очень ценно твое мнение. Эксперт кулинарный. Мама потрясающая способность раздражать зрителей. Мама съела рапанов и ей не стало плохо. Да, мама съела сегодня суп за полтысячи. Взяла суп за полтысячи. И даже не поняла. Да. Кажешь, что там были креветки, были там вот такие... Я же говорила, нужно по детскому меню заказывать. Там хоть порции меньше. Если борщ был со свининой, я бы взяла борщ. Ой, какой вкусный. А лайм чувствуется действительно? Суп вкусный? А что это такое беленькое? Интересно. Это типа безе. Пастило? Нет. А что? Да, типа маршмеллоу. Действительно цедра. Чувствуется, да, лайм? Прямо там вот. А блины какие-то тачки. Просто. Ну, я тебе же покажу. Вот, смотрите. Самуэл, Леша и это. Возьмите. Знаешь, что это? Я попробовала. Ой, край хороший. Это как янтарь, это абрикос непереваренный половинками. Сейчас, не возьмем. То, что у нас все растет там, у меня нету поливалом. Так, ресторан. Хочется показать в пустом виде, когда нет посетителей много. Вот именно. Так это красиво и выглядит масштабнее. Это идем в гардероб. Это в отеле. Это в главном корпусе. Там где ресторан. В рояльную. Везде книги. Смотрите на стенах картины. Масло на холсте. Это масло на холсте. А здесь рояль стоит белый. Такая люстра. О, гардеробная закрылась. Ну да, потому что уже. О, музыка не играет. Хорошо. Что... Леша, иди не сюда. Не хочу. Потом с тобой поговорю. Потом с тобой поговорю. Такие картины. Смотрите, как... Конечно, об интерьере позаботилось. Руководство или там хозяин, хозяйка. Не знаю кто. Но очень-очень атмосферно сделано. И очень с душой. Вся мебель. И такие столы, кстати, обеденные с такими ножками. Кораблик. Картина. Туалеты тоже хорошие. Чисто все. Настоящий пирог, а? Да. Все живые. Так. Леша, ну сними я. Сиграю свою любимую. Любимую от Усена. Попробуй. На фоне. Не, вот так. Низко. Подрастроено. Класс. Ну да. Попробуй. Да. Да. Попробуй. Усена. Высос? Да. Постройщик надо. До, не до. Шрёдер. Шрёдер. Это не октава. Слышь, секунда звучит. То есть вниз. Кто тут, когда на нём играет? Инструменты, Шрёдер, да? Это немецкий инструмент. Грай, брай. Нет, тут уже играть. Настроено. Насколько откроется. Надо настройщика видеть. Настройщик, кто это подкинуть может. И на вот такие... Видно. Видно, играет кто что вошел в город. Это было ещё лучше. Конечно. У нас всё с собой. Нижней одежде. Всё с собой. Но всё равно ты лучше, чем Рихтер. Да. Слышали, что лучше, чем Софина. Я, конечно, очень признателен. Но Софина лучше. Ну, для кого-то ты... Это неправильно. Он спел, во-первых, сценарий. Выше на полтора тона, чем пою я. Понимаешь? И спел это хорошо. Прекрасно. Меня поразило. С Софиной я не ожидал. Мне казалось, будет не очень интересно. Ну, что он будет петь? Ну, Луна то, а дальше что? Вот интересно. И каждую песню... И с Самсона и Далилы. И с кошек. И... Масса писей. И с крёстного отца. Да, неожиданно. А вот это вообще было неожиданно. Кто-то аж перевёл, сделал там текст. И спектакль сегодня. Просто потряс спектакль. Всё начинается с любви. Название в опережке. Советуем, да. Игра потрясающая. Такая вот тут точная игра. Ты смотришь и думаешь, блин, как они так играют? Он немножко советский такой. Ну, он написан в 70-е годы просто. Он добрый. И он актуальный, актуальные отношения. Да. Это всё взаимодействие. Это никуда не девается. Оно во все времена один. Ну, не так. Мы смотрели в театре Советской армии и там делали вообще бред. Про каких-то там спекулянтов. Не про Советское, а Моссовета. Моссовета театра, да. Театр Моссовета, да. Васильев играл и многие там. Иргавова было неинтересно. Ну, это во пьеса не актуально. Ну, то есть это пьеса Шукшина о взяточниках. Это было очень актуально и злободневно. Какие-то там 70-е, 60-е годы. А когда они уже портрет этого, он уже говорит, ты говоришь со Станиславским. Смотри. Он говорит, нет, это Номирович Данченко. А, ты говоришь с Номировичем Данченко? Он говорит, нет, это Станиславский говорит с Номировичем Данченко. Она такая, они говорят о тебе. Да, 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 да. Насколько безусловно. Вот жена, да? Какая Волобуева. Отличная тоже актриса. Она сейчас... Да, потому что вот из записки ему писала расхищение под разные имена. Он говорит, с одним почерком. А он все понимал. И не говорил ей, что он понимает, а она понимала, что... Актриса? Она его действительно... Тыл какой-то. Они о тебе говорили. И сколько лет прожили. Заставляет верить. Да. Замечательная, характерная актриса. Волобуева фамилия. Вот эта играла жену, да. Потрясающе. И все. А он уже в начале, который ты там танцевал. А, Бедила. Александр Бедила. Так играют. Все как один. Понимаешь, играют. Не так, что кто-то играет, а кто-то не умеет. Играют все. И тогда это вот такой эффект. Что каждая песня, каждая сцена... В ансамбле. В ансамбле, да. Там нету второго состава для этого спектакля. Нет, есть. Там в офисах. Там три или четыре человека. Да, есть. Там много. Ну а и нам, кстати говоря, выпал один из самых удачных составов. Потому что заслуженные народные артисты, да? Да, да, да. А этот когда? Замовец. Замовец. Ну и я бы расстроился, если бы Ваня наш... Там кто-то другую вместо него в этот раз играл. Потому что все-таки хотелось, да. Хотелось именно попасть на своего. Да, когда вы разговаривали, да? Некогда разговаривали с ним. Это неудобно. Ну, зала, да. Зала сняла. Мы зашли за кулисом. Мы зашли за кулисом. Мы зашли за кулисом. Мы зашли за кулисом. Ветерили сына Маргарты Ивановна и Черванюк. На улице находится в могилах. Вот поедем завтра пойдем туда. Да, это на второе кладбище. Вот. Сколько лет ей уже есть? Ну вот это три с половиной четыре. Да, да. Она двадцать шестого года была рождения. Было ей за восемьдесят, под девяносто. Жизнь долгая и интересная. Надо идти бы там мама. Мама сюда не дает. Ну да. Живые тюльпаны такие. Такая у нас насыщенная. Прекрасная. Да, спасибо Марина большое. Действительно так подобрано так. Все успели. Ресторан какой сегодня. Сами мы, мне кажется, столько не с нами были. Мы просто ходили, пошли. Мы не расформировали. Мы просто пошли по консерваторию с кем-то там знакомыми. Встретились. То есть в общагу поехали. У нас бы была другая программа, но тоже была по-своему. По воспоминаниям, так сказать, учебы. Красивые такие комонды. А насчет уж пластилиновой вороны, насчет просмотра фильма в Париже. Это вообще мы туда не попали. И на период тут не пошли, наверное, еще. А то там никакой вывески ничего. То есть надо просто жмать. Все, идемте.